МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует программа Неделя в городе. Я Алексей Фролов. Самые заметные события в жизни столичного региона. Переделкино в огне. В легендарном писательском поселке погиб литература Вета Олег Михайлов. В пепел превратился уникальный архив. Место сгоревших дач быстро занимают коттеджи. Сели так, что колеса загорелись. Все произошло в считанные секунды. Евгений Попов, находившийся на борту Боинга, совершившего аварийную посадку во Внуково, в нашей студии с подробностями. Ушлый пророк, назвавший себя богом Кузей, уверовавших в него, награждает пытками и унижениями, не забывая о благах земных, как мобильные лавки для сбора пожертвований приносят ему легкие миллионы. И ночной поход по музеям. В этом году к ежегодной акции присоединился даже зоопарк. Как преобразилось этой ночью культурное пространство столицы? Трагедия в Переделкино в огне. Погиб известная литература вед Олег Михайлов. Уничтожен уникальный архив. Далеко не первый пожар в легендарном писательском поселке. И как это уже не раз бывало, его обитатели снова заговорили о драматических переменах, которые меняют облик Переделкино уже второе десятилетие. Почти по Булгакову, только не квартирный, а земельный вопрос тревожит тех, кто живет на литфондовских дачах. Из Переделкино Дмитрий Блинников. Обгоревшие рукописи, дневники знаменитых писателей, книги еще 19 века. Под ботинками узбекских рабочих настоящее сокровище. Но изучать произведения им некогда. На очередной сгоревшей даче в Переделкино они спешат разобрать завалы. А что будете строить? Как я же говорю, двухэтажный. Может, там трехэтажный, монстр. А кто здесь жил, знаете? В последнее время жил Рябаков, писатель. Автор повестей «Кортик и бронзовая птица» прожил здесь много лет, написал своих знаменитых «Детей Арбата». Но сильный пожар в считанные минуты уничтожил и сам дом, и личную библиотеку. Даже если следствие признает, что это была трагическая случайность, в писательском поселке это стало закономерностью. За этот год это уже третье пожарище. Переделкино – единственное место в мире, где вместе жили и живут писатели. Поселок начали строить по совету Максима Горького в 1934 году. Что не дом, целая веха в отечественной литературе. Здесь творили Пастернак, Евтушенко, Айтматов. Писал детские стихи Корней Чуковский. Особый мир, неповторимая атмосфера. Но если за будущее дачи Акуджавы беспокоиться не стоит, это музей, его охраняет государство, то от домов без особого статуса все чаще остается пепелище. Многие жители поселка всерьез опасаются за свои жизни. За последнее время здесь горело уже 10 дач. Это все, что осталось от деревянного дома Олега Михайлова. В огне погиб и сам литературовед, и его бесценный архив. Оригинальные рукописи писателей-иммигрантов в середине прошлого века. Михайлов тайно привез их в Советский Союз. И бережно хранил вместе с письмами поэтов Серебряного века. Не осталось ничего. Булгаковские рукописи не горят в поселке писателей. Давно произносят с иронией. И вот горит Переделкино. Почти по-булгаковски горит. Знаете, как говорил Волн, с огня все начинается. Огнем все заканчивается. Писатели уверены, если горит так много и так часто, значит это кому-то выгодно. И указывают на Литфонд. Он управляет поселком. Есть передел собственности. Он происходит. Была продана поликлиника литфондовская. Куда ушли деньги за проданную поликлинику, непонятно. Был продан детский сад. Куда ушли деньги за детский сад? Это огромное помещение было и участок земли. Вырублена часть леса. Во дворе Дома творчества открылся ресторан «Солнце». А дальше начали гореть дома поэтов, прозаиков, критиков. И на опустевших участках уже не писатели возводят коттеджи. Абсолютно убеждены, что это все уже выстраивается в закономерность. Уж очень много случайностей. Вот один из новых особняков на улице Довженко и на заборе. Не табличка здесь же у писателя, а объявление о продаже. Подскажете, сколько там стоит? Стоит это 4,5 миллиона долларов. Там два дома. Там участок 16 соток. Один дом жилой, 270 метров. И второй дом на два горожан. Глава Литфонда Станислав Куняев версию о поджогах отвергает. Дачники неосторожны с огнем. И в штыки воспринимает идею передать поселок государству. Переделкино нужно передать государству. Я не понимаю, что государство будет эти дачи ремонтировать, что ли. Пускай тогда он даст деньги. Литфонду давать деньги можно много и часто, но они уходят куда-то совершенно в другое место. Жители просят вернуть переделки на статус заповедника и запретить продажу домов. Уверены, пожары сразу прекратятся. Иначе уже скоро писательский поселок может стать обычным, коттеджным. Дмитрий Блиников, Михаил Аверенков, Александр Маркин, Нагаев. Вести, Москва. Минувшим днем самой горячей, даже горящей новостью стал инцидент во Внуково. У Боинга при посадке загорелась стойка шасси. Этим рейсом летела наша съемочная группа. Евгений Попов, покинув аварийный борт, наблюдал, как боролись с огнем. О деталях происшествия мой коллега рассказывает в студии Вестей. Евгений, все-таки не совсем понятным остается один момент. Нештатная ситуация. Когда вы о ней узнали? Когда вы находились в воздухе или уже после посадки? Никто ничего не знал до последнего момента. Особенно наша съемочная группа и те пассажиры, которые сидели с нами по правой стороне самолета. Потому что мы сели фактически штатно, нам объявили добро пожаловать в Москву. И буквально через 15 секунд уже взволнованным голосом та же самая стюардесса объявила эвакуацию. В замешательстве были люди, которые сидели по левому борту. Потому что одновременно они видели, как подъехали пожарные машины. Уже заливали пеной шасси и двигатели. И в то же самое время им говорили добро пожаловать. Что касается наших разговоров, которые мы провели уже позже с пассажирами, то оказывается, тех, кто летел в бизнес-классе, предупредили, что посадка будет, возможно, жесткой. Есть какие-то неполадки. И уже позже нам рассказали о том, что, возможно, авария произошла еще на взлетной полосе в Ставрополе. Что качество взлетной полосы не очень хорошее. И поэтому шина лопнула еще там. Евгений, а как вы сами покинули самолет? Вам пришлось выбираться на крыло или вы съехали по надувному тропу? Изначально стюардесса объявила эвакуацию через заднюю правую дверь. Там тут же выпал надувной трап. И так как мы сидели на предпоследнем ряду, то одними из первых покинули самолет, скатились по этому трапу и, собственно говоря, уже начали снимать те кадры, которые вы сейчас видите. Очень много людей, несколько десятков, вышли на крыло. И, конечно, все за них волновались. Потому что в то время, как они стояли на крыле, фактически заполнив всю плоскость крыла, пожарные тушили огонь. В это время еще полыха. А и как долго пришлось тушить огонь пожарным? Как долго вся эта операция продолжалась? По моим подсчетам, примерно 7 минут ушло на то, чтобы локализовать и потушить огонь. Пламя исчезло буквально через 7 минут. Но, однако, надо добавить, что через 3 минуты борт самолета был уже пуст. То есть пассажиров в нем не было. Наверное, естественно, была бы первая реакция – паника. Пассажиры запаниковали, когда узнали, что такая нештатная ситуация на Земле? Вот еще раз убеждаешься, что у нас просто золотые люди, потому что никто даже слова не сказал. Все спокойно встали и начали выходить к выходу. Конечно, там некоторые женщины боялись спускаться по этому надавному трапу. Но ведь нужно сесть и скатиться по нему. Кто-то сбегал, но, слава богу, никто не травмировался. И паники не было абсолютно. Люди были абсолютно спокойны, уравновешены. И после уже в автобусе рассказывали друг другу, собственно, детали произошедшего. И еще одна маленькая деталь. Когда люди уже были в автобусах, подошли два психолога, спросили, нужна ли кому-то помощь. И 140 человек сказали, что помощь не нужна. Спасибо вам, Евгений. Не за что. В Кремле появилась вертолетная площадка для борта номер один. Глава государства планирует использовать вертолет Ми-8 для передвижения в пределах столицы. В Кремль президент будет добираться теперь по воздуху. Площадка в Тайницком саду может принять две воздушных машины. И надо отметить, прежде чем построить парковку для вертолета на территории Кремля, провели тщательное исследование. Не нанесут ли взлеты и посадки урон древним сооружениям Кремля. И только убедившись в полной безопасности, принимали решение. На вертолете в Белый дом добирается и премьер-министр. Вот на вопрос, станет ли меньше пробок на трассах, в Кремле ответили, что передвижение кортежей вызывают на дорогах лишь временные затруднения. Специалисты говорят, проблема московских заторов связана с иными причинами. Как бы то ни было, трассы будут перекрывать реже. Северный речной вокзал вскоре сменит владельца. Сейчас он принадлежит российскому агентству морского и речного транспорта. Архитектурная жемчужина, так когда-то называли этот вокзал. Но памятник дряхлеет на глазах. И уже подсчитали, сколько миллиардов потребуется на его ремонт. И, видимо, это бремя ляжет на столичный бюджет. Анастасия Саховская направилась на речной вокзал. И получился репортаж о былом величии водных ворот столицы. Приглашаем вас совершить прогулку по каналу имени Москвы. Объявление из динамиков единственное, что еще оживляет безжизненный речной вокзал. Но сначала прогуляться придется в обход забора и подождать теплохода под открытым небом. Хоть в ливень, хоть в зной. Очень сложно сориентироваться по времени, когда подъехать сюда. И поэтому можно приехать и намного раньше. Ведь и на вокзале посидеть там было бы совершенно не лишнее. Отдых для тысяч туристов начинается с разрухи на память фотостроительной сетки. Всегда ходила через центральный вход. Там я сориентировалась, где мой пароход направо или налево. Все это видно было. А сейчас ничего не видно, где стоят. Перспектив нет давно. На борт поднимались десятки арендаторов. Были даже инвесторы с размытыми проектами реконструкции. Но речные ворота насквозь проржавели. Такое красивое здание. Оно такое неповторимый, такой у него архитектурный стиль. И вот оно как будто никому не нужно. Вокзал и правда может стать отказником. Появилась информация, что агентство морского и речного транспорта намерено сбросить этот архитектурный балласт в Москве. Сейчас этот вопрос прорабатывают и федеральные, и городские власти. Сооружение производит удручающее впечатление. Потому что до него, видимо, не доходят руки, не доходят деньги. И его, естественно, надо приводить в порядок. Вопрос, кто все оплатит. Нужны миллиардные вливания, чтобы поднять вокзал-корабль с финансового дна. Ровесник канала имени Москвы. Свидетель того, как Химкинское водохранилище заполняли Волжской водой. Первые суда подошли к причалам в 37-м. Здание проектировалось как легкое изящное сооружение. Оно поставлено на высоком берегу и создает эффект корабля, который приширтовался возле водохранилища. Вот эти вот ажурные бетонные палубы. На архитектурном лайнере все было с почти заграничным лоском, как в кино. Режиссеры и правда любили снимать сцены в роскошном ресторане на просторной террасе. Сейчас интерьеры остались только в архивах. Здание аварийное, внутрь никого не пускают. В каком состоянии все это сейчас неизвестно. Снаружи облупившаяся галерея, обвалившаяся лепнина. Все детали нужно сохранить при реставрации. В случае передачи вокзала она станет для Москвы гигантским финансовым бременем. Ведь предписано и восстановить памятник, и сохранить его транспортную функцию. Там есть помещения, которые не представляют никакую архитектурную ценность. Собственно, это технические помещения, которые можно вывести из этого здания, и можно минимизировать, использовать их под новые функции, сделать там абсолютно новые пространства. Как и залы ожидания, так и обслуживающий комплекс. Чтобы окупить ремонт, нужны выгодные условия и продуманный проект. Иначе он станет утопией, как непостроенный дворец съездов на керамическом медальоне на фасаде вокзала. Анастасия Саховская, Владимир Кальский, Алексей Ляпин. Вести. Москва. На этой неделе Почте России пришлось извиняться перед своими клиентами. Сначала был пожар. В понедельник загорелся центральный пункт международного почтового обмена на Варшавском шоссе. И вот кадры из коридоров. Все затянуто дымом. Из подвала в здание выбрасывают корреспонденцию. На следующий день груду обгоревших посылок разгребали во дворе. В тот же день вышел из строя интернет-портал. Ведомство отказала система безадресных денежных переводов. И почта пообещала выплатить компенсацию. Но едва ли не больше резонанс вызвал скандал в одном из почтовых отделений, где у клиента отказались принимать посылку из-за того, что она была заклеена скотчем. Конфликт, снятый на мобильный телефон, вызвал бурю возмущения в интернете. Оскорблениями сотрудница почты не ограничилась. Крайне раздраженная тем, что ее снимают на видео, женщина перешла к решительным действиям и попыталась вытолкать посетителей за дверь. Почта России отреагировала на происшествие. Они провели служебную проверку и приняли решение уволить. Пресс-служба ведомства заявила, подобные случаи у нас, конечно, бывают, но они все-таки являются исключением. История самозванного пророка, окрестившего себя богом Кузей, получила интересное продолжение. Десятки людей, попавшие в сети проходимца, терпят унижение, настоящие пытки. Так Кузя приобщает к вере. Корреспондент Александр Карпов в нашей программе уже рассказывал о предприимчивом пророке, который зарабатывает немалые деньги, отправляя сектантов собирать пожертвования. Теперь бог Кузя изменил бизнес-схему, организовав мобильные лавки по сбору наличных. Чувствовать в этом, будем так говорить, ограблении храмов мне не хотелось. Там есть признаки уголовных дел. Уникальный случай. Бывшие сектанты, вернувшиеся к нормальной жизни, заговорили. Их свидетельства уже переданы в полицию и следственный комитет. О журническом бизнесе живого бога Кузи. Он же епископ-самозванец Роман. Он же Андрей Попов, безработный, 77-го года рождения. Господь пришел на землю. Он воплотился в образе Попова. Он Иисус Христос. Члены секты ездят на выставки на православные. Собираются пожертвования на чтение молебнов, которые никто не читает. В Библии от Попова написано, что скоро он воцарится над землей. Что в нем живут души Христа, Елены Блаватской и царевича Алексея. А Кузя – имя его сдохшего попугая. Деньги собираются огромные. В неделю от полутора до трех миллионов вставляют выручки Попова. Значит, батюшек обманывают. Там был свой человек, который подделывал печати подписи, выдавал это как благословение правящего архиерея. Москвичам хорошо знакомы эти люди в монашеских одеждах, собирающие плату за молитвы на ярмарках у кладбища монастырей. Все их ряцы – маскарад. Вот с такими документами жулики-сектанты и собирают деньги по всей Москве. Все честь по чести. Русская православная церковь – печать Костромской епархии. Только это фальшивка. Точно с такой же липовой бумагой прямо здесь и сейчас, под мостом у Белорусского вокзала, работает мошенник. Мы его едва не спугнули. Ряженый монах просит денег на восстановление сгоревшего храма Ксении Петербургской в селе Поназарево под Костромой. Якобы по благословению настоятеля – отца Евгения Кетова. Мы через два заедем передать. Это с миллион. Вы отца Евгения Кетова знаете? Он вас благословил? До свидания. Камеру уберите, я сейчас ее разобью. Тот самый храм Ксении Петербургской под Костромой давно отстроен. Настоятель, отец Евгений, советует всех, кто от его имени собирает на улицах деньги, сдавать в полицию, как преступников. Никакого благословения на такие подобные вещи, как сбор пожертвований на наш храм в общественных местах, не было и быть не может. Вот он, наш проходимец Белорусской. Во время визита полиции в логово секты заслоняет собой Бога Кузю. Рядом с ним еще один бородач, которого вы сейчас увидите в рясе. Вы деньги по Назарево отчисляете? Да. Нет. Нет? Фальшивый батюшка пятью минутами ранее, недалеко от Сретенского монастыря. Та же надпись на ящике «Помогите сгоревшему храму». Вы людям предлагаете, так сказать, восстановить храм, да, в Костровской области? И все же они жертвы. Секта держится на страхе и жесточайших пытках. Бог Кузя, вот он голый, среди апостолов и четырех жен, благословляет адептов бить друг друга смертным боем. Это страшно. То есть вся спина, вы понимаете, черные такие потеки были, били невозможно как. Людей бьют плетью, ремнем по спине. Человеку нанесли 300, больше 300 ударов по спине, 100 ударов по лицу. Бьют за общение с посторонними, за звонок родственникам, все они демоны, за принятое лекарство. Аудиозапись Шабаша. Почему я тебе так безразличен? Ну-ка отвечай, б***ь. У меня такая кровь будет, увидишь все. Я не дурак, пыли все, твари. Садистские оргии – способ подавить волю и повязать кровью. Психологи говорят, потому так и сложно вырваться из секты. Идет смена идеологии, идет смена морали, когда человек попал в зависимости от секты. Нужно раз навсегда разобраться, с чего началась карьера этого «проходимся», не побоюсь этого слова. И кто пускал его в институт читать лекции от имени Русской Православной Церкви. Вот кадры первых лекций тогда еще мелкого афериста Попова в институте почвоведения. Так и зарождалась тайная империя бога Кузи, раскинувшаяся ныне от Калининграда до Камчатки. Его просто вовремя не остановили. Александр Карпов, Никита Филатов, Вести, Москва. Жара, прописавшаяся в столичном регионе, пошла на спад. На этой неделе встревожились работники лесного хозяйства. 17 пожаров насчитали по Подмосковью. И тысячи гектаров сухостоя по всей области. До конца пожара опасного сезона не вырубить. Конечно, не успеет. И нашествие караедотипографа, пик которого пришелся на знойное лето 2010-го, и в этом году доставит немало хлопот лесхозу. Дмитрий Афанасьев о масштабе проблемы. Сотня тысяч саженцев за пару часов. Эти волонтеры на субботнике выполнили личный план по посадке деревьев на годы вперед. Вот это уже 95-е дерево. Три года назад в этом месте полыхали пожары. Огонь уничтожил десятки гектаров земли. Выгоревшие деревья вырубили. Теперь занялись лесовосстановлением силами 2,5 тысяч волонтеров. Я вставляю растения, смотрю, чтобы корешки хорошо ложились в лунку, не загибались. К акции подключились ВИП-гости. Временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья посадил несколько деревьев. А всего обещал в ближайшее время восстановить, правда уже не самостоятельно, более 7 миллионов деревьев. Приживаемость высокая? 100%. Серьезно? Закрытая корневая система. В следующем году проверим. Леса Подмосковья в последние годы переживают одну напасть за другой. Серьезный урон зеленым насаждениям нанесли пожары 2010 года. То лето запомнили не только лесники. Смогом за несколько недель заволокло всю Москву. Люди задыхались от зноя и дыма, а лесное хозяйство не успевало подсчитывать убытки. Сгорели 17 тысяч гектаров леса. Восстановить же область обещает лишь 2 тысячи гектаров. И заметным глазу лес из посаженных во время субботника саженцев станет лишь через десятилетия. Сосна дает в данных условиях примерно 70 сантиметров в среднем прироста в год по высоте. То есть примерно через 10 лет это будет 5-7 метровые деревья на данной территории. Но самая серьезная проблема даже не пожары. А жук-караед-типограф. Поедает лес гектарами. Вот он в руках у главного лесопатолога области. Ежегодно примерно гибнет столько же насаждений от вредителей и болезней, сколько от пожаров. При этом, допустим, те процессы, которые происходят с караэн-типографом, можно назвать, скажем, тихим пожаром лесным. Насаждение не сгорает как таковое. То есть нет пламени, нет ничего. Оно гибнет тихо и мирно. По самым скромным оценкам лесопатологов, сегодня жуком-караедом поражено 60 тысяч гектаров леса. Это в три с половиной раза больше, чем пострадало от пожаров 2010 года. И способов эффективной борьбы с вредителем просто не существует. Все известные меры эффективны лишь на 20%. В подмосковных лесах очень много сухих деревьев. Их либо повредил караед, либо пожары прошлых лет. А проводить санитарную вырубку власти не успевают. А ведь такие деревья очень опасны во время пожаров. Эксперты опасаются, если это лето будет таким же жарким, как и три года назад, лесные пожары полыхнут еще сильнее. Я сам осуществляю патрулирование, когда перелетаю из района в район. Вчера в Ногинском районе обнаружил маленький очаг и приказал его ликвидировать. Часто пожары начинаются, как это небанально звучит, из-за неосторожного обращения с огнем. Непотушенный окурок или же кем-то разведенный костер в лесу проследить за всеми невозможно. Пожарные лесники продолжают взывать к сознательности людей. Некоторые уже услышали и выбирают место для пикника рядом с водоемом, на всякий случай. Зачем нужно идти куда-то в лес? Если можно на берегу реки, не дай бог что-то, вот вода рядом, можно что-то зажечь. Прогнозы синоптиков на следующую неделю для пожарных утешительные. Будут дожди, а значит, начало пожароопасного сезона хоть ненадолго, но отложится. Дмитрий Афанасьев, Сергей Котенко, Игорь Беликов, Вести Москва. Всероссийский выставочный центр может целиком стать собственностью столицы. Сейчас городу принадлежит меньше трети бывшего ВДНХ. Некогда славная выставка уже много лет достижениями похвастаться не может. После бурных 90-х, 2000-е стали временем утрат. Последний план, как нам обустроить ВВЦ, пока так и остается планом. Аркадий Цироликов обошел легендарные павильоны и вот его впечатления. Зоя Васильевна Харитонова помнит ВДНХ, а точнее ВСХВ, Всесоюзную сельхозвыставку еще до военной поры. Ходила сюда ребенком с родителями смотреть на чудесные успехи животноводства, известный нам по фильму «Свинарка и пастух». Гигантские быки, красавицы коровы. Все это было очень интересно, все было живое, настоящее. И поэтому у меня сохранилось ощущение сказки. Сказку образца 1939 года сменила имперская мифология 54-го, которой хватило еще на четверть века. В 90-е всесоюзная выставка превратилась во всероссийскую барахолку. А за этим последовала целая череда утрат. Разоренный павильон «Космос», уничтоженный лайнер Ту-154, сгоревшие павильоны «Охота» и «Ветеринария», снесенный фонтан «Медицина». Все это время Зоя Васильевна обходила ВВЦ стороной. Нынешний визит первый за последние лет 20. И свежие впечатления неутешительные. Как управдомом все расставлено. Это не архитектором поставлено все. Это без генплана, это без архитектурного решения. О концепции возрождения ВВЦ было заявлено еще полтора года назад. Но серьезных сдвигов за это время так и не произошло. По вполне объективным причинам. Чуть более 30% акций ВВЦ принадлежит городу Москве. Все остальное федеральная собственность. До тех пор, пока окончательно не будет решен имущественный вопрос, говорить о точных планах развития территории сложно. Заметные глазу перемены вдоль центральной аллеи. Вновь запущены фонтаны, не работавшие три года. Снесен всевозможный самострой. Вывезены десятки тонн мусора. Но наиболее масштабные преобразования идут на периферии. Зоны нового строительства расположены как раз так называемых неудобьях. Это те вещи, которые сейчас там находятся или недострои, или просто неиспользуемые территории. То есть они будут приводиться к современному формату. Современный формат вызывает опасения у представителей Архнадзора. За зеленым забором в западной части ВВЦ возводится океанариум. А прямо напротив стройки уже много лет пустующий павильон газовой промышленности. Яркий образец архитектуры 70-х. Его дальнейшая судьба неизвестна. Что мешает администрации использовать вот эти пустующие павильоны? Причем так как он не памятник, его можно было бы хорошо отремонтировать. Здесь нет жестких ограничений, создания тех же материалов, еще что-то. Примеры удачной адаптации и есть. Павильон Кыргызстан раньше принадлежал Эстонии. Его фронтоны до сих пор отражают животноводческую специфику советской Прибалтики. Свиноводство. Это для нас не свойственно, для Киргизии. Это вот как исповедующая республика, вот ислам в большей степени. К сожалению, поскольку памятник культурного наследия, мы ничего не можем. Реставрация павильона обошлась в 2 миллиона долларов. Среднеазиатский колорит в сталинский ампир привнесен бережно, отдельными штрихами. Неподалеку от уголка Киргизии все тот же заповедник 90-х с ларьками и дикой торговлей. Бывший павильон профсоюзов на центральной аллее, как и многие другие, так и не нашел своего лица. Возможно, потому, что нет его у ВВЦ в целом, как нет и единой идеи. Впрочем, вот одна из возможных. Это Версаль должен быть. Понимаете, сюда должны ехать, как Версаль люди. Вот, со всего мира. Приезжать и смотреть и дивиться. Толшком к развитию, как считают эксперты, могла бы стать всемирная выставка на территории ВВЦ. Впрочем, среди претендентов на проведение ближайших экспо российская столица не значится. Аркадий Цирульников, Александр Чуканов и Дмитрий Дунаев. Вести. Москва. Более миллиона горожан этой ночью отправились в музеи к ежегодному мероприятию. В этом году присоединился столичный зоопарк. Политехнический музей выстрелил в прощальном шоу. Коронавальная процессия направилась в солянке к Третьяковской галереи. Несколько музеев успела посетить и наш корреспондент Дарья Окунева. Это вам не цирк. Клоуны, укоротители змеи, акробаты на ступенях музея имени Пушкина не просто артисты, а символы основных экспозиционных залов. Египетского, греческого, римского. Чудеса эквилибристики, чтобы в деталях рассмотреть шоу, приходилось проявлять и зрителям. Но любопытство пересиливало. Очень познавательно для ребенка. Смена времен, очень красочно. Не портило настроение и погода. А ради бесплатного прохода в музей люди готовы были часами стоять в очереди. Да еще и под проливным дождем. Сильная все-таки москвича тяга к искусству. Музейщики пытались перевести ее в цифры статистики. Всем посетителям на входе выдавали билеты с номерами. В музее имени Пушкина счет шел уже на тысячи. Всего же ночью по музеям отправилось более миллиона человек. Особого повода такого прийти нет. А здесь много друзей, много знакомых. И классное событие. И уникальная возможность взглянуть на знакомые экспонаты, например, под звуки старинного органа. Настроения не было, кажется, только у смотрителей. День музея, который отмечается 18 мая, совпал с музейной ночью. Последние субботы месяца получились целые музейные сутки. Приеду в 12 в 5 часов утра, я встаю. И завтра в 8 часов утра, я должна быть здесь. Рабочий день продлили и животным в зоопарке. Впервые в истории вечером после закрытия касс по старой территории отправились 4 экскурсионных группы. Кто там живет? Скорей, скорей, скорей. Там человек. Надвигающиеся сумерки, время активности у ночных птиц и диких кошек. Рыси и гепардов. А значит лучшее время, чтобы разглядеть их поближе. И не их одних. Многие животные за день очень устают от людей. А к вечеру, когда становится тихо, спокойно, они выходят. Ночь в политехе выдалась неспокойной. Она последняя перед предстоящим пятилетним ремонтом, когда здесь принимают посетителей. На выставку ретроавтомобилей, кажется, мало кто обращал внимание. Все прощались с любимым музеем. Пока, политех. Будем по тебе очень сильно скучать. Прощальное лазерное шоу на знаменитом фасаде. Последняя экспозиция политеха. Музеи принимали посетители до полуночи. А после гуляли уже в парках с песнями и в костюмах. Не забывая все же о теме праздника. Я квадрат, Малевича. Дарья Окунева, Ярослав Борисов, Александр Оводов. Вести. Москва. В столице стало прохладнее. Уходящая неделя била температурные рекорды. Во вторник, в среду. Сегодня вполне комфортная погода до 25. Как горожане переживали эту жару? Без комментариев. Уважаемые москвичи и гости в столице. Шкалят датчики. В Москве жара. Шкалят датчики. Субтитры подогнал «Симон» Такой была неделя в городе. Увидимся в следующее воскресенье. Продолжение следует...